вам не нужен геймерский монитор в русский заголовок вспоминается самый первый клик бэйт ролик на канале а так держать но сегодня мы поговорим об очень важной теме в жизни любого успешного геймера а именно ситуации когда ему нужно выбрать монитор с высокой частотой обновления экрана. Или не нужно? Ну, то же сами решайте. Знаете, я хочу перед вами оправдаться. И этот ролик будет веселой и халтурой перед следующим большим-большим-большим-большим роликом. Или не будет? Слушай, как повезет. Частота обновления. Ой, как и много в этом слове. И с чем они едят? Если коротко, и это максимальное количество кадров, которые монитор способен отобразить за определенный момент времени. А в нашем времени, условный момент времени, это 1 секунда. Соответственно, если декларируется, что монитор имеет частоту обновления 60 Гц, значит, монитор способен отобразить 60 кадров в секунду. По аналогии 75, 100, 120, 144 и так далее. Кадр это статичное изображение. Монитор покажет вам 60 таких изображений. Ну, а знаете, с упрощениями, там, плюс-минус километр. Дело в том, что на значение выше 24 кадров в секунду, человеческий глаз в последовательную смену картинок начинает воспринимать как равномерный непрерывный поток информации. Давайте разбираться. С вами Шлемик, и а почему тебе не нужен игровой монитор? Или нужен, тут уж, блядь, сам решай. Цена. Качество изображения. 240, 360, 480. Время отклика. Матрицы и шлейфы. Самый быстрый монитор это ТНК. Для 144 Гц нужна карта 144 Гц. Пробежимся по верхам, пацаны. Все-таки это не гайд по выбору, а предостережение, чтобы вы могли кратко ознакомиться и скинуть это видео своим друзьям. Распространите среди жильцов вашего Жека, как вы это любите. Пункт первый. Цена. Оу, добро пожаловать, мистер Эндерсон, в мир. Где игровые мониторы... А условимся, что игровые 44 Гц и выше? Ну окей, ладно, у кого там 120, 100 тоже считается. Уже начинаются 10 тысяч рублей, но по скидкам. Не важно, это не важно, блядь. Казалось бы, бери лыжу HP, дешевый Samsung с засветами на VA-матрице и погнали. Это вы, без меня, успеете сделать, но только после этого ролика. Понимаете? Гораздо проще купить качественный IPS-монитор за эти же деньги, но на развертке в 75 Гц. Чем дешить тебя предыдущими 144 Гц в операционной системе? Здесь все так же просто, как и на телефоне. В системе плавно, а в играх 60. Отличная подводка для рекламной интеграции условного GFN. Но, 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 но... Это лишь следующий пункт. Видеокарта. О, мое самое любимое. Если вы не видели ролик про выбор видеокарты, милости просим. Если коротко. Хуй вам! Реально, хуй! Большой такой, забористый. Вы просто не купите нормальную видеокарту по нормальной цене, которая в нормальных играх сможет дать вам нормальные, стабильные 144 кадра. Да уже на этом можно закрывать ролик. Нет, конечно нет. Для доты, кэзочки, сиджа и прочих простых игр даже GTX 1060 будет достаточно. Правда, если играть с низкими настройками. А вот крупные игры, я сосал меня ебать. Сейчас будет больно. Время отклика. Матрица дисплея это минимальное время, необходимое пикселю для изменения своей яркости. И чем быстрее время отклика, тем меньше видимые искажения изображения. От времени отклика напрямую зависит четкость движущихся объектов и элементов на экране для нашли его до остатки изображения с предшествующего кадра. И чем оно ниже, тем выше скорость монитора и четче динамическое изображение. Итак, подытожим. Чем быстрее пиксель меняет свой цвет, тем пользователь видит меньше смазов на изображении. Понятно? Казалось бы. Так везде на 75 герцах, кто же решает время отклика? Ну, поймите. Физику так просто не побороться. Здесь не все так просто. Берите свои калькуляторы, считай вместе. 1000 миллисекунд, это 1 секунда. Мы делим на частоту обновления экрана. 75 герц. 1000 делим на 75, получаем плюс-минус 13. Такое время отклика должно быть в самом худшем случае у монитора с частотой 75 герц. Иначе все это не имеет никакого смысла. А теперь 1000 поделите на 144. Я подожду. 7. Если учесть, что Great to Great время отклика производителями, ну, чуть-чуть, так сказать, привирается, то следует задуматься, а нужно ли оно вам или нет. А теперь 1000 поделите на 240. 1000 поделите на 360. Ну как? Стало проще жить, да? И ведь даже цена монитора не гарантия того, что вас не наебут. И был на моей памяти один небезызвестный монитор небезызвестной фирмы. С герцовкой 144, конечно же. Такого размытия продвижения я даже на консолях нового поколения не видел. А черные артефакты от теней. Ооо. А ведь это мы еще не трогали неравнобирность подсветки. Благо здесь все грешные. А дешевые мониторы дорогие, ТВС, ВИА и ПСОлет, страдают все. Однако вам не кажется, что мы ушли немного не в ту сторону? А ведь главная тема данного ролика заключалась совсем не в этом. Если у вас есть цель наслаждаться геймингом с так называемым кайфом, то пожалуйста, берите. Но внимательно. Я вас предупреждал. И самое главное на десерт. Если вы криворукий, то герцовка не поможет. А вот здесь уже подробнее. Как человек, который имеет кучу часов в игре CSGO, я могу такое утверждать. Будет ли это истиной? Ну, не совсем. А ведь все люди разные. Однако, как мне кажется, по моему мнению, возможно, скорее всего, решают три вещи. Правильность и скорость принятия решений. На это монитор никак не влияет. Скорость наводки на статичную цель. На которую монитор, опять же, никак не влияет. А вот точность наводки на движущуюся цель. Вот здесь монитор с высокой герцовкой еще как влияет. Сам монитор помогает при быстром движении камеры. Картинка меньше смазывается, легче следить за оппонентами и ситуацией. Ну, так получается, что игровой монитор нужен, не так ли? Для шутеров? Однозначно. А в других случаях, не забывайте про вышеперечисленные пункты. Там сверху, сверху, да, наверху. Я так себе его в итоге и не купил. Хотя было желание и деньги. А почему? Да вы уже знаете ответ.